всем добрый день начинаем с вами новый влог и у меня вероника в школе а я сегодня попозже камеру включила потому что ну как-то с утра тут копошились и завтрак и собрать всех надо и отправить в общем сейчас у меня задача такова что мне нужно более-менее разобрать то есть навести порядок да вот таким образом сковородки иногда даже поставить некуда потому что все иногда заставлено когда я готовлю да и у меня не обычно в духовом шкафу а так как я пеку почти каждый день и приходится то затаскивать то опять туда отправлять и короче с организации хранения у меня вообще полная беда ну ладно это все дело временное поправимое в общем нужно пропылесосить потому что крошек полно особенно за выходные все это волосы опять все крошки здесь коридоре тоже нужно разобрать пропылесосить сейчас у меня стирка стоит я стираю белье там у меня и постельное белье и кое-какие такие вещи сейчас вот на сушку это все повешу и отправлю на балкон потому что у нас сегодня замечательная погода у нас сегодня вообще прям я не знаю ветер правда ну прохладный а на солнце вообще очень-очень даже вот а на солнце вообще прям я вот в одной кофточке в тоненькой и красота тепло так ну я не знаю доберусь я сегодня в огород или нет вообще нужно смотреть ежевику уже желтеют листья ежевику нужно склонять к земле и утеплять насколько мне известно еще над малину подрезать макушке а вот и так что вот такая пока у нас ерунда смотрите друзья какая у нас осень у нас прям с каждым днем деревья окрашиваются преображаются кто-то прям желтеет сильно кто краснеет вообще прикольно конечно пейзажи такие кто переживал за котенка можете не переживать моего дружненько отправили к моим родителям они в частном доме живут ну пока поживет у них потому что его надо выходить иначе он просто замерзнет поэтому котиком определили а насчет того чтобы его здесь оставить мы уже пробовали оставлять кота до такой поры он под подрос а кот наш начал метить везде понимаете да то есть тупо начал ходить именно метить в доме и естественно это не устраивает я сейчас сделаю ремонт да допустим там обои со временем поклею а у меня будет кот ходить и ворочать дела поэтому это исключено на вот ну мама говорит он такой ласковый может даже на его себе оставит и всем огромное спасибо за пожелание валерия скорейшего выздоровления у нас уже нормально все дела идут на поправку уже косточки вот эти на ногах стали хотя бы видны а то вообще все затекло как банки уколы потом растирки естественно противоаллергии противоотечное чтобы было действие даю ну и в общем короче лечимся он на работе а я сейчас пойду на знать начну сверху я просто наверху про пылесошу вот а внизу я еще помимо то что пылесошу я еще мою полы здесь наверху я мою довольно таки так ну может быть раз в неделю полы а внизу мою довольно таки часто поэтому влажную уборку у меня будет только на первом этаже у нас сосед огуливает своих гусей вон они гуляют он там их чуть зовет они его слушают прям ждут он побежали он он их позвал и они к нему пошли гляньте какие классные прям ходят все друг за дружкой такие молодцы так ладно гуси это хорошо у меня просили светлана из беларуси блогер да тоже она просила показать спальню нашу но принципе пока показывать тут нечего пока это выглядит вот так это мы еще продолжаем делать в ванне ремонт нам еще доделывать в общем вообще что в этом простенке то есть у нас видите даже нарисованы полоски это у нас замерщик был кто если только впервые впервые к нам присоединился к каналу я уже бурублю вот он приходил замерял и здесь я хочу полностью от стены до стены шкаф встроенный то есть внутреннее содержание полки да там потом штанги над что вешается белье ящики какие-то выдвижные в общем поделить его визуально вот так на три секции то есть полотеная секция допустим какие-то шкафы и полки вернее и ящики и здесь тоже какие-то может быть полки и ящики изначально хотелось двери раздвижные но так как это очень большая высота то они будут крайне тяжелые мне кажется вот эти сами как называется направляющие они будут быстро выходить из строя под действием большого веса от дверей поэтому я наверное все таки сделаю распашные двери здесь именно вот получается тут две двери тут и тут у меня в принципе тут пространство есть куда их открывать я особо в этом не вижу никакой проблемы и так кстати открывные они даже дешевле будут чем такие купе в общем комната это 12 с половиной квадратных метров я считаю что спальни большие они не нужны потому что ну здесь по идее мы только пришли поспали и ушли вниз мы здесь находимся на втором этаже крайне редко только вечером мы сюда поднимаемся уже и как бы переночевали а утром все убежали вниз и сюда иной раз даже я за день могу ни разу не подняться за исключением уборки вот или допустим чего-нибудь там вероники помочь собраться или там уроки какие-то может быть проверять только так поэтому получается вот такой здесь закуточек я здесь планировала что сделать тут на свете розетки все выведена планировали повесить телевизор повыше на стену соответственно он на кронштейне разворачивается в сторону кровати пожалуйста вот а вот в этом узком заказать себе такой знаете небольшой туалетный столик и и зеркальце на этом столике чтобы она не мешала то есть я могла сидеть за этим столиком да и она не мешала мне тут наводить марафет а чуть выше был бы телевизор только так в нашем случае потому что больше здесь никак не расположен не расположить пока стоит как-то вот так все все это мебель старая естественно ждется участка когда же я ее отправлю куда-нибудь куда-нибудь вот так что вот такая комнатка и у меня для этой комнаты уже есть шторы они ночные есть и тюль белая такая как она называется вуальная она обычно белая как у вероники только белого цвета это все со старого дома осталось у нас и я могу в принципе регулировать высоту за счет карниза которым надо купить прибить вот повесить за счет карниза шторы шторы неплохие но мне нравится классика на самом деле классик персиковый цвет если я фотографию найду я вам вставлю тогда может быть кто не видел посмотрите вот классика и такое такие же покрывала такой же покрывал на кровать и там еще идут тоже подушки в общем ну неплохо как бы неплохо покупать не не вижу смысла потому что это турецкое качество это у меня мама еще когда в турцию ездила она привозила этот комплект шторы то есть покрывала да там наволочки для подушек и так далее вот вот такая комнатка потолки здесь высокие это мы еще опускали у нас гипсокартон вообще здесь 2,80 потолки вот что для мансардного этажа это прекрасно и здесь у нас тоже потолки высокие поэтому нормально в той комнате ну вообще везде все одинаково так что вот такой небольшой рум турчик спальни в общем наверху пропылесосила тут внизу тоже пропылесосила сейчас навожу порядок вот на этой полке уже летние свои сабочки убираю протираю полки пропылесосил их тоже протираю очень тяжело кстати содержать в чистоте светлую плитку но зато всегда как бы чистенько свежо да и вот эти швы периодически приходится тереть щеткой так что еще мы тут в общем летняя обувь надо убирать а вот эти сапожки мы достали с вероникой я их покупала а ну в том году до осенью то есть она отходила осень чуть-чуть получается весны и вот на осень нам не хватило она говорит мам давит вот тут вот большой палец я сейчас касторовым маслом натерла хоть конечно это и не кожа обычно касторовым маслом кожу натирают да но я их натерла вид такой у них нормальный в общем не знаю представляете малые такие сапожки симпатичные вообще нигде ничего не отклеилось не оторвалось и брали мы их за полторы тысячи как бы бюджетные так что убираем тоже в долгий ящик ну и в принципе все в общем я тут все протерла на полочках и разобрала вообще конечно в идеале хотелось бы сюда какую-нибудь такую знаете вот прям небольшого размера такую лавочку мягенькую тут чтобы были такие чисто вешалки но прям зашел сразу да там и повесил сумки зонтики еще что-то шапки такие же положить а уж если такая вот одежда там сезонная можно отдельно в шкафу хранить вот ну здесь все-таки что-то напрашивается да но никакой шкаф потому что у нас счетчики вот туда электрические они же открываются и поэтому нельзя чтобы что-то закрыто было должно быть все в доступе в свободном ну вот такие вот у меня задачи так и ну и там еще сейчас я в ванне пропалисошу вот и тут кое-что разберу на комоде лично разбираю корзинку вот это у нас тут знаете как вот я не знаю наверно у каждого есть человека какая-нибудь корзиночка в которой зарядки потом всякие такие вот штучки для камеры да там и для телефонов батарейки которые вот валяются там непонятно рабочие они или нет в общем я сейчас вероникину шкатулку это кстати задавали им школе задание сделать малахитовую шкатулку то есть она изготавливала пластилин такую в трубочку сворачивала потом резал на кусочки и вот так обклеивала любую баночку которую найдете в доме это у меня баночка кстати от кремов шоконат из новосибирской я заказывала когда вот так она закрывается так интересно и вот она решила обклеить эту баночку ну естественно она ее принесла назад домой я ее решила оборудовать под всякие вот такие вот симки потом всякие штучки там вай-фай штучки для для компьютера потом флешки адаптер и так далее потому что вот этой всякой мелочевки так много и не хочется чтобы это валялось как бы терялась да поэтому также жесткий диск съемный храню я здесь вот в этой корзиночке кстати у нас по моему на сколько на один на 1 терабайт покупали мы его за три тысячи чем-то 3 500 по моему вот в общем я там храню все-таки наши домашние видео переношу потому что мало ли что может быть с базой youtube да или допустим с ноутбуком поэтому храню здесь на носителе всякие скрепочки порядок навела кстати есть сейчас друзья очень хочу кушать у нас время уже 1336 а еще ничего не ела я только закончила пылесосить мыть там под ванной в общем за ванной вытащила помыла полы вот в общем занималась потихонечку тут еще пока внизу я полы не стала мыть сейчас немножко попозже надо сначала подкрепиться потому что я вообще хочу есть так и наверное я разогрею свой ханун который готовила вчера кусочек и съем чуть-чуть салатика мимозы так что кто собирается кушать вместе со мной приятного вам аппетита я себе салатик нарезала здесь у меня болгарский перец красный сладкие помидорки кстати вообще прямо краснеют в коробке замечательно и знаете не хватает прям зелени так что мы сейчас с вами пойдем на улицу и сорвем петрушечки тепло то тепло по моему дятел стучит у если такую птицу люди видела вообще короче она сидела где-то на крыше по моему ну на козырьке люди она зеленого цвета была мне сначала ну показалось что это попугай такой знаете бывает здоровый такой большой попугай вот я подумал что вон ну реально большая птица зеленого цвета вот короче они сейчас как-то активизировались птички и каких только нет вот кстати я иду в своих ботах которые купила скажу вам они реально теплые крутые и в них ходить одно удовольствие вообще я не пожалела что их купила петрушка меня ждет так что давайте выберем какая тут у нас посочнее позеленее там и надо мне несколько веточек да как здорово что можно выйти вот так нарвать зелень и себе свеженькой до аромат ненькой прям вообще кайф я думаю хватит да надо бы еще муж срезать да еще все заморозить или посушить на зиму круто будет так что вот такие дела клубничка у меня тут сидела сегодня реально вообще тепло ну почему вчера когда мужики варили конструкцию чул вчера так тепло не было вообще прям обидно даже кстати вот здесь да белье мое висит вот здесь тоже будет вариться конструкция лестница перила здесь мы тоже будем вот так спускаться так что планы грандиозные так все пойдемте уже кушать кстати еще окно мне мыть вот это окно мне мыть надо ой вспомнишь здоровым так я кажется увидела не знаю кого я увидела в общем кто это летит давайте посмотрим с вами короче какая птица гляньте если кто в курс в курсах пишите так кричит кричит прям леди что я пообедала и все-таки решила помыть полы потому что ну надо бы их помыть так что Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Вообще, как-то мы... Давай, давай, расскажи. Знаешь, такой лаваш, это папа себе, наверное, покупает. Мама, да не доставай. Тут остатки батонечков. Сыр. Сыр какой-то, я посмотрю, Маздан. Какой-то вот такой сыр. Маздан. Маздан, да. Кустое сыр, да. Батон. У нас батон обычный, местный. Ну, дальше морская соль. Соль я только такую. И мы употребляем, мне она больше всего нравится. Ну, и, собственно, царица всех моих произведений – это мука. Часто пеку, часто добавляю, но... А больше ничего нет? Я себе недавно купила, смотрите что. Купила овсяную муку, купила кукурузную муку и купила даже себе цельнозерновую муку. Она тоже очень, кстати, реально классная, вкусная. Так что я тут всё пофэншую. Так, итого вышла вот такая сумма – 1371 рубль. Вот за всё это. Господа, как жить дальше? Ужас. Мы сейчас будем сканировать продукты наши. Кто не знает, мы сканируем чеки и зарабатываем денежку небольшую за сканирование чеков. У нас вечера. Мы делаем по основам светской этики. Вероника быстро пишет, смотрите как. Я уже со второго класса начала писать. В общем, тема такова про добрых правил, добрые слова и поступки. Да, про добро. Учат добро детей. Это хорошо. Стираем. У нас уже вечер, мы продолжаем делать уроки. Вот сколько можно делать уроки, я не пойму. Вероника, ну хоть меня смеши. Она мне снапчат там показывает. Это мыслимо вообще. Время сколько сейчас? Покажи сколько времени. Время 10 часов вечера. Мы сидим всё делаем уроки. Это конец. И капец. Короче, будем прощаться на сегодня с вами. Мы пошли делать уроки дальше. Всего вам хорошего, здоровья, счастья, мира, добра. Подписывайтесь на канал и участвуйте в конкурсе. Не забывайте. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok